Мост Черезаку отремонтируют. Многострадальным строением, которое ремонтировали в 2018 году, недовольны многие рязанцы. Основные претензии касались именно дорожного покрытия. Как назвал его сам министр транспорта Рязанской области – стиральная доска. Он также отметил, что на Солочинском мосту было применено сразу два решения – технические и эксплуатационные. Например, дорожное покрытие, которое положили на мост, применили второй раз в России. Оно всего 16 мм и повторяет неровности основания. А исправлять это надо, говорит министр. В течение двух недель к нам придут решения технические. Мы это техническое решение обсуждаем с подрядчиком, смотрим, насколько это применимо. С проектным институтом надо тоже согласовывать. И дальше мы смотрим, как можно это все сделать. Однозначно, я поддерживаю, мое мнение – надо что-то сделать. Евгений Беленецкий отметил, что ремонт моста начнется в зависимости от самого проекта, поэтому остается только ждать. Министерство транспорта активно занимается вопросами качества автомобильных дорог. Нечего скрывать, что до идеала еще далеко. На вопрос, как вы оцениваете качество дорог Рязанской области по состоянию в Центральном федеральном округе, Евгений Беленецкий ответил лаконичным «есть и хуже». Автомобильные дороги планируют привести в нормативное состояние. На это направят 2,5 миллиарда рублей. На устройство искусственного освещения – 69 миллионов. На расширение автоматической системы управления дорожным движением и повышение безопасности дорожного движения – 90 миллионов. По данным Министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, в 2019 году будут выполнены работы по капитальному ремонту почти 29 километров и ремонту 96 автомобильных дорог регионального и муниципального значения. Проверили и гарантийные объекты – 69% от общего количества. Если в цифрах, мне не изменяют память, порядка 54 гарантийных случаев было, 20 из которых уже устранены. И, если не ошибаюсь, до 15 июня должны устранить следующие. Обсудили вопросы транспорта. Так, Рязани в скором времени передадут 78 троллейбусов из московского автопарка. Пока оформляют необходимые документы. Останется разыграть тендер на перевоз муниципального транспорта из одного города в другой. Сейчас идет разговор о передаче автобусов. Планируют расширять и сами дороги. Например, улицу Яблочково и дорогу возле гипермаркета «Глобус». Притом, в последнем случае планируют добавить по полосе в каждый из сторон. Есть и другие планы. Мы запланировали раз в две недели проводим встречи с ГИБДД по улучшению ситуации на дорогах в городе. Мы затронули вопрос, который вчера был здесь. Это Чкалова улица. На Первомайском мы хотим закрыть поворот налево, попробовать, как это будет. Поговорили о строительстве новых развязок в Рязани и Рязанской области. Об этом губернатор региона Николай Любимов заявил на ежегодном послании. Но новостей до сих пор не было. Говорилось о строительстве как раз северного обхода по Михайловскому шоссе. Сейчас идет ряд мероприятий, которые приведут в соответствии, скажем так, нормативную базу для строительства объектов. Тема территориального планирования, согласования. У них тоже есть, если будет, где-то что-то согласовывается. Все этапы, знаете, должны пройти. Коснулись и других вопросов. Весового контроля, ведь из-за больших грузов в основном дороги и портятся. И о ремонте дорог. Так, в Рязанской агломерации долю автомобильных дорог приведут к соответствующим требованиям только к 2024 году. И то 93%. Проект предлагает решение еще целого ряда важнейших задач. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.